Молодежи из Ульяновска показали подольских курсантов. Бесплатный показ организовали в концертном зале «Современник». К участию пригласили школьников, студентов, техникумов. Одно дело говорить о том, что нужно любить Родину, а другое дело показать, как такие же, как они, мальчишки. Реально мальчишки, что там, 18, 19, 20 лет, стояли на смерти и не дали. Может быть, они их раз и не дали завоевать Москву. Ребята увидели всю правду о подвиге своих ровесников подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. В основу сценария легли рассекреченные архивные материалы Министерства обороны Российской Федерации и воспоминания бывших курсантов. Представили кинокартину генеральный директор студии «Военфильм», актер Игорь Угольников и генеральный продюсер-сценарист Евгений Айзикович. Каждый желающий смог задать знаменитым гостям вопросы, поделиться своими мыслями и ожиданиями от фильма. Еще вектор этого фильма, который мы закладывали, и он, я уверен, уже теперь услышан, это беспримерный подвиг совсем еще молодых людей. Благодаря их подвигу ясно уже, что немцы остановились в октябре месяце на Варшавском шоссе. Они встали с диной, должны были постоять пять дней, постояли почти две недели. Кстати, как рассказал Угольников, в ходе съемок он нашел братскую могилу, в которой был захоронен его дед. Долгое время он считался пропавшим без вести в Смоленской области. Создатель фильма надеется, что фильм познакомит молодежь с событиями военных лет, поможет сформировать образ положительного героя и патриотические ценности. Участники мероприятия также познакомились с военно-исторической выставкой, на которой были представлены лучшие проекты студентов. «Стань героем», «Победа» и «Аллея городов-героев славы». Так как фильм предназначен для патриотического воспитания, фильм о курсантах Подольска, соответственно, и сюда приехал военно-патриотический клуб «Победа» из Ульянского профессионально-политехнического колледжа и привез с собой выставку. Эта выставка и то, что ребята в выходные дни с удовольствием приходят сюда, это только показатель. До 30 апреля кинопоказы состоятся во всех регионах России с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Алина Сихнова, Артём Куранов. Новости Уллправды.ТВ